Всем привет! Продолжаем путешествие по мифам, различным легендам. Веста, богиня-покровительница семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме. Предание ее храм между Капитолийскими и Палакинскими холмами построил полулегендарный царь Нума Пампилий. Жрец-богиня Весталок подбирали весьма тщательно, исключительно из представительниц знатных семей. Шести-десяти лет без явных физических недостатков. После обряда посвящения девочка принимала 30-летний обед целомудрие и безбрачие, нарушение которого каралось погребением заживо. Окончив обучение, они приступали к выполнению функций жриц Весты, Весталок. Прослужив 10 лет, они в течение еще 10 должны были обучать молодых девочек. По прошествии 30 лет Весталки становились свободными и могли вернуться в отчий дом и даже выйти замуж. Большинство из них, будучи уже женщинами 36-40 лет, предпочитали остаться при храме. В обязанности Весталок входило поддержание огня в жертвенном алтаре Весты. В случае его затухания Весталку лично обичевал великий понтифик. Подобные случаи считали дурным предзнаменованием для всего государства. Огонь зажигали вновь после соответствующих обрядов посредством трения дерева о дерево. Помимо этого, на большие праздники Весталки готовили для жертвоприношения особой лепешки. В их обязанности, как жриц, обвиняющий народ богини, входило в вознесение молитвы за всех римлян. Ограничения, наложенные на Весталок, компенсировались почетным положением. В отличие от большинства других женщин, они могли самостоятельно распоряжаться своим имуществом, писать завещание. Им были обязаны уступать дорогу. Римлянин, оскорбивший жрицу Весты, подлежал смертной казни. Ее показания в суде имели решающее значение. В случае, если Весталка случайно встречала осужденного, казнь отменяли. Весталок было легко узнать на улице из-за особых одежд. Длинное белое платье подпоясано особым образом и покрывало. Волосы жриц Весты заплетали в шесть косичек, которые прятали под повязкой. В каждом доме была своя Веста. Домашний очаг, горевший в первом помещении дома. Вестбулли. Веста была символом единства римского народа. Вокруг ее очага римляне как бы объединялись в единую семью. Веста была связана с землей. Она охраняла засеянные поля. Непорочность богини сделали ее символом хранения тайн, неподкупности и надлежащего исполнения своего долга. Культ Весты со всеми ее особенностями изначально возник в Италии. С 3-го столетия до н.э., когда греческие и римские религии стали сближаться, а божества из Греции получили свой аналог в Риме и, наоборот, Весту стали отождествлять с греческой Гестией. Культ Весты просуществовал более тысячи лет. Храм Веста закрыли, а огонь окончательно погасили при императоре Феодосии. В храме Весты имелось место Пен, расположение которого должны были знать только великие понтифики, жрецы, богини Весталки. В нем по преданию хранились священные предметы, в том числе пенаты, вывезенные еще мифическим предком римлян Энеем, фигурки богов-покровителей и строев. Кроме этих религий, в храме богини, считавшиеся символом неподкупности и непорочности, римляне сохранили завещание. При жизни человека изъятие завещания представляло собой бесчесть. Праздник в честь богини Весты праздновали ежегодно, 9 июня. В этот день женщины с дарами богини босиком отправлялись в храм Весты. Вестали и были одновременно праздничным днем для хлебопеков, так как изначально хлеб готовили на зале очага. В этот день цветами украшали мельницы, а также осла, который вращал мельничный жерман. Ну вот так, вкратце о Вести. Богини, покровительницы семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.